Всем привет! Я рад вас всех видеть и вы на канале Armored Smith. В этом видео я буду делать вот такую голень. Это только передок. Изначально он был вот таким плоским. И стал вот таким. Такие формы считаются сложными в нашем досмешном ремесле. И анатомичные голени умеют делать не все мастера. Дело в том, что здесь множество различных форм. Как и любое сложное дело, если вы разделите его на много-много простых частей, сразу становится все понятнее и проще. Например, чтобы получить сложную анатомическую форму из плоского листа, нужно понять, какими простыми геометрическими фигурами можно добиться такой формы. Умея делать цилиндр, шар и вогнутый цилиндр, умея делать только эти вещи, вы спокойно можете делать, в принципе, все. Возможно, еще там ребра и конусы, но это легко. Мы берем плоскость, превращаем ее в цилиндр. Ну, не полностью в цилиндр, а половину цилиндра. Запомнили? Причем цилиндр немного больше заужаем в середине в этом месте и расширяем там, где нога расширяется. Дальше. Буду показывать уже здесь. У нас есть выпуклости. Справа, слева и справа. Причем здесь у нас мышца более выпуклая, здесь она более продолговатое. Но это все выпуклости. Получив цилиндр, мы откуем эти формы и получим уже верхнюю часть практически такую, как нам надо. И третий момент, третья фигура, это вогнутый цилиндр. То есть такая форма, применяя операции для достижения такой формы в этом месте, мы получаем такой красивый изгиб, который повторяет ногу. Такими простыми операциями вы можете добиваться сложных форм и делать что-то красивое. Ну, а сейчас попробуем это все на практике. Средневековые анатомичные голени появились впервые у всадников. В средние века понятие воин, милес, было синонимом конного воина. Слово рыцарь и означало всадник. Пехотинец рассматривался не более, чем второстепенный персонаж на поле боя. Охранник лагеря, слуга. Когда мы говорим о полном доспехе средневекового воина, то это доспех или рыцаря-феодала, или профессионала вне рыцарского звания, конного сержанта или оруженосца. В Западной Европе, вплоть до конца средних веков, оружейники ориентировались на особенный стиль боя всадника, совершенствуя доспех кавалериста. Рассматривая совершенные линии и формы поздних рыцарских доспехов, мы часто упускаем из виду, какую длительную и сложную эволюцию прошла та или иная часть защитного снаряжения. В 14 век германский рыцарь вступил, имея на вооружение кольчужный доспех Хауберт, дополненный кольчужными же чулками изенхозен, буквально железные чулки. Специальной жесткой защиты, в том числе для голени, не применялось, однако частые травмы рыцарь получал даже от ударов, не пробивающих кольчугу. Эластичный кольчужный покров оставался целым, а мышцы и кости под ним повреждались. Гематомы и даже переломы были столь частым явлением, что воины в тесном контакте с оружейниками приняли совершенствовать защитное снаряжение. Обратите внимание, что откованность с этой стороны немного меньше, но более сильная, чем с этой стороны. Но здесь она более длинная. После сгибания в цилиндр и выполнения вогнутого цилиндра в этом месте, я проковал мышцы справа и слева, причем одну маленькую, более выпуклую с одной стороны и с другой стороны. И также я немножечко проработал центральное ребро, которое у нас является непрямым. Нога человека устроена таким образом, что это ребро, эта кость, она изогнута, поэтому мы тоже повторяем. И сейчас необходимо дооформить низ голени. Делать это буду на горячем. Изменения в германском доспехе накапливались постепенно, но всего за 1-14 век происходит настоящая революция в доспешном деле. Факторов такой активности очень много. В соседней Италии в это время вовсю внедряются технологические новинки, такие как закалка доспешных пластин, металлические молоты, приводимые в движение водяным колесом и позволяющие равномерно проковывать заготовки и получать большие пластины для доспехов. Доспехи типа Кастенбрус появились не одномоментно. К ним немецкие оружейники шли весь 14-й и часть 15-го века. Как видно из этого ряда изображений, пластина постепенно вытесняет кольчужный покров. Видно, что идея жесткой защиты упиралась не только в сложности оформления комплекта, но и изменялась технологически. Артефактов доспешного дела 14-го века до нашего времени дошло сравнительно немного. На помощь реконструкторам приходят многочисленные изображения, в том числе надгробия рыцарей. Нижняя часть голени уже имеет довольно похожую форму. Теперь необходимо сделать форму влогнутого цилиндра в отдельных участках нашей голени. На правой стороне левой голени мы сильнее просаживаем эту зону, чтобы подчеркнуть мышцу и подчеркнуть переход на стопу. С левой стороны я просто буду выравнивать, потому что мышца человека здесь продолжается и тянется до низа стопы. Относительно защиты ног, то прояснить изменения в особенностях поножей помогает мода 14-го века. Например, в предыдущем, в 13-м веке, пола военной одежды были длинными, закрывающими большую часть ноги. А в 14-м веке в моду входит укороченная накидка поверх доспеха. На изображениях, в том числе надгробных, можно рассмотреть вошедшие в обиход наколенники, называемые кникохель или книбюкель. Первоначально специальных жестких наголенников предусмотрено не было. Кникохели носились с кольчужными чулками из инхозен. Как видите, придавая форму поверхности нашей голени в виде вогнутого цилиндра, я параллельно формировал центральное ребро. То есть я его специально не забивал и оставлял таким холмиком на намеченной линии. Таким образом я параллельно сделал и подчеркнул мышцы и вывел это ребро. Получается, сделано две работы сразу. Голень еще не готова, теперь нужно отковать костяшки, поправить общую форму, она иногда крутится, то есть вертолетом вот так. Ну и подобрать друг под друга, потому что первую голень я сделал заранее, а вторую уже сделал на видео. Такой метод сложнее. Желательно делать все поэтапно. Правую, левую. Правую, левую. Согнули одну голень, согнули вторую голень, сделали немножечко изгиб по центру голени, повторили на второй голени, проверили, скорректировали, что они одинаковые и пошли дальше. Таким образом, на выходе в конце у вас будут максимально похожие две части латной голени и вам не нужно будет тратить лишнее время на то, чтобы подправить их и подогнать друг под друга. А сейчас вы видите в моих руках задник. Это задняя часть голени, которую я также аналогично протянул на прессе, сделал небольшой изгиб на нижней части и сделал выпуклую часть сверху. Край остался непроработанным и его нужно прорабатывать на горячо. В моем варианте изготовления есть шанс того, что здесь может порваться сталь, а на горячо сталь так не рвется. На этом надгробии из Майнца, начало 14 века, хорошо видно сочетание жесткого металлического наколенника с эластичным изенхозеном. 50-е года 14 века были отмечены прочным вхождением в комплект доспеха кожанопластинчатой защиты конечностей. По ножи германского доспеха приобретают маркерные, характеризующие черты, массивные граненые наколенники. На этом надгробии середины 14 века руки рыцаря все еще защищены кольчугой, но вот наголенники являются новинкой. Они цельнометаллические и используются в сочетании с граненым наколенником. Это было первое проявление склонности немецких оружейников к усилению доспеха дополнительными ребрами жесткости, сформировавших так называемый германский стиль. Ход мыслей доспешных мастеров понятен. Грань или ребро не только отводили в сторону прямой тычок меча или древкового оружия, но в разы повышали стойкость к поперечному рубящему удару. С помощью четырех пинцелей можно собрать всю голень в одно целое и надевая наш пирог, наши детали таким образом не будут раздвигаться относительно друг друга при работе. Это открывает новые возможности подгонки. Работая таким образом я автоматически получаю подгонку двух деталей друг к другу. У рыцаря наколенники коробчатой формы, а наголенники гладкие, анатомически профилированные по внешней стороне голени. В 70-е годы 14 века поножи прочно входят в обиход рыцарей. Параллельно используют разные конструкции. Цельнометаллическую, которая все больше анатомизируется, и кожанометаллическую, так называемую шинную. Разумеется, рыцари побогаче заказывают самые модные версии поножей. Однако следует заметить, что даже знатные феодалы часто изображаются на надгробиях в архаичных элементах снаряжения. Интересно, это консерватизм из принципа или верность духу предков? На этом надгробии 70-х годов наголенники цельнометаллические. Скульптор изобразил их черными, но воронение еще не повсеместная практика. Возможно, имелась в виду черная краска. В это же время используется и кольчужная, и кожаная металлическая защита конечностей. В 80-е года появляется стальной самостоятельный нагрудник Брюст, без наспинника. С ним в почти обязательном порядке используются поножи с характерным ребром жесткости. Надгробия дают четкую картину взаимосвязи, изменений в корпусном доспехе и их влиянием на форму поножей. Если на керасе количество граней варьировалось, то наголенник выполнялся с центральным ребром. Почему оружейники не усложняли эту деталь, понятно. Гладкий наголенник должен был максимально близко прилегать к ноге, не мешая двигаться. Боевые качества повышались не за счет новых граней, а за счет придания пластинам анатомической формы. А она довольно сложная и неоднородная. Даже в 16 веке, в эпоху доспехов с желобками максимляновского типа, наголенник остается гладким. К концу 14 века в германском доспехе наметилась тенденция к смещению центра выпуклости нагрудника вниз. Впоследствии это сыграет свою роль в появлении керасы, кастенбруста. Начало 15 века – повсеместный переход к полному латному доспеху. Мода на итальянский доспех в германских землях была повальной. Так, арсенал замка Курбург, что в Тироле, полностью укомплектован итальянскими доспехами. Я порихтовал левый передок и левый задник. Обратите внимание, что они очень сильно разогнулись. При рихтовке это часто происходит. Если рихтовать руками, то раздвигается деталь немного меньше. Если же на рихтовальной машинке, то немного больше. И здесь скроется один нюанс. Когда мы делаем отковку первичную, мы должны все детали сделать в необходимых размерах перед рихтовкой. На это тратится определенное время. И чтобы не терять, не искать второй раз эту форму, необходимую, я правую голень не буду рихтовать, пока не верну левую голень в необходимый размер. То есть, только тогда, когда я поправлю левую, я начну рихтовать правую. Правая тоже разогнется, я ее подгоню под левую. Таким образом, у нас будет постоянно сохраняться размер необходимый. И нам не нужно будет его искать еще раз. То есть, еще раз делать лишнюю работу. Эпоха Кастенбруста очень сильно изменила внешний вид рыцаря германских земель. Но это касалось в первую очередь защиты корпуса. Германский рыцарь 20-40-х годов 15 века. Прекрасная, основанная на многих источниках реконструкция авторов энциклопедии «Всадники войны». Облик этого воина – визитная карточка германских рыцарей эпохи гусицких войн. В оставшие чехи здорово колотили вторгшихся немецких хрестоносцев, но и сами гуситы часто использовали немецкий тип доспеха. А вот прикрытия ног в германском стиле принципиально не отличались от итальянских. Различие состояло в основном в отсутствии кольчужных привесок к наколенникам и кольчужных саботонов. Кроме того, боковые крылья германских наколенников были заметно меньше итальянских. Таким образом, часто тяжело идентифицировать тип наголенной брони. Не совсем понятно, к итальянскому или к немецкому типу оно принадлежит. На алтарных изображениях работы Ханса Мюльчера в Берлине и на алтаре работы Конрада Витца из Базеля мы видим уже сформировавшийся тип защиты голени. Такой же наголенник и у святого Георга из Кёльна. Статуя святого Георга поражающего змея. Кстати, имя Георг у рыцарей Священной Римской империи германской нации мега популярно. Так что же мы можем с уверенностью назвать наголенником от доспеха Кастенбрюст? Это развитый и довольно сложный латный наголенник. Он анатомически правильно выверенный по форме голени заказчика, двухстворчатый, открывающийся на шарнирных петлях. Такая конструкция позволяла оперативно надевать эту часть доспеха, к тому же гладкая поверхность прекрасно рикошетила при колючих ударах. Миниатюры 15 века демонстрируют сложившуюся форму двухстворчатого наголенника. Другие типы ножного доспеха уходят в прошлое. Германский доспех в миниатюрах 15 века. И даже в будущем максимилиановский доспех в защите голени будет иметь схожую конструкцию. Основная работа по форматке голени проделана. У нас есть передок и задник, которые неплохо подогнаны друг к другу, но еще не идеально. Здесь намечено место для ребра центрального, которое будет сделано в следующем видео. Также запланированы места для петель, с помощью которых голень будет открываться, и для пряжки ремешков. Это все будет показано в следующем видео про изготовление голени. А на этом спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok